Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Девочки, не пугайтесь! У меня сейчас утро, я вместе с вами хочу сделать маску для лица и выполнить сразу три запроса, которые мне поступали. Это первое по поводу меню на Новый год, второе это показать весь свой уход и третье это рассказать об уходе Сиздерма, который я покупала, нравится он мне или нет. В общем, все сегодня покажу. Влог, наверное, получится длинным, но с другой стороны это хорошо. Я вчера, я тут в таком красивом виде, вчера я делала вот такие пилинг Holy Land. Очень мне нравится, но я не первый раз уже покупаю, у них была раньше другая упаковка, сейчас поменялась. Там просто салфеточка, вы протираете лицо и поверх я наношу любимый свой крем с авокадо, я вам тоже его сегодня покажу. Вот. И с утра, на следующий день после этого пилинга, я его сейчас делаю раз в неделю, потому что больше, чаще не делаю, кожа слишком сохнет. Я уже умыла. И сейчас буду наносить вот эту маску от Джиджи с лотосом. Тоже не первый раз ее покупаю, она мне очень нравится, очень. Она прям, ну, преображает кожу, подтягивает ее, делает. Я смотрю в камеру, чтобы знать, куда наносить. Вот. И по поводу Нового года, давайте сразу, чтобы уж не затягивать сильно у видео. Значит, что я буду готовить на Новый год? Ничего. Ну, мы с мужем как-то поговорили, он говорит, что, ну, он не хочет ничего, ни салата, ни ничего такого вот этого все вот обычного. Мы просто, я вот купила икру, да, вам показывала, не дешевую, конечно, но хорошую икру купила, на Новый год можно себе позволить. Мы сделаем вот эти тарталетки с икрой, да, и то, что я вообще красотка. Вот. Куплю, у нас есть красная рыба, по-моему, форей или лосось, она у меня в мразилке лежит, это муж у меня ее делал. И я куплю еще какую-нибудь белую, масляная рыба, она называется, еще какая-то вот белую, такую копчененькую, да, не копчененькую, а какую-нибудь, в общем, вы поняли, солененькую белую рыбку. Вот. И, возможно, сделаем роллы, суши или закажем их, ну, какую-нибудь нарезочку, вкусное шампанское, все. Девочки, все. Единственное, что я думала о том, чтобы сделать, нашла в интернете такие рулеты, как бы селедка под шубой, только в селедку внутрь заворачивают, ой, как его называют, свеклу, там кто-то свеклу с орешками даже делает, ну, в общем, по-разному. Не знаю, мужу показала, он как-то у меня такой, наверное, будет невкусно, почему-то он так решил, но не знаю. Сюда нанесу на шею тоже обязательно, все маски наношу на шею. Напишите, кстати, кто-нибудь делал такие рулеты, когда в филе селедки что-нибудь заворачивается. Если делали, то напишите мне, вкусно, невкусно, что-то муж не очень у меня вдохновился таким рецептом. Ну и все, это и все, девочки, ничего не буду готовить, потому что, ну, поздно вечером муж у меня не хочет ничего. Единственное, что, может, салатик оливье сделаю, и то его, наверное, поедят на следующий день. То есть, ну, как-то так. Вот и все. Смотрите, какая она очень такая плотная маска. Она немножко застывает, вот эта маска на лице, но она очень крутая. Я ее вот раз в неделю делаю после вот этого пилинга от Holy Land, и кожа просто обновляется все прям. И сейчас, пока у меня действует вот эта маска, я покажу вам свой весь уход. Вот. Но с новогодним столом, я думаю, что все понятно. Готовить, показывать что-то вам, это, ну, что-то такое специальное. Это я уже говорила, с моей стороны вранье. Это просто как идея в моем исполнении. Но я уже не буду этого делать, потому что осталась неделя, и эта неделя для меня такая, получается, ну, в общем, сейчас праздники, корпоративы у детей, да. Вот, ко всему нужно этому готовиться. И, в общем, да, времени у меня уже не будет. Поэтому вот такой вот у меня будет новогодний стол. Если ко мне приедут гости, ну, если сейчас такая ситуация, сейчас много кто болеет, и обычным гриппом в том числе, вот. Поэтому если приедут гости, у нас это 100% будет шашлык. Ну, и, соответственно, к шашлыку какие-то овощи запеченные там в духовке, и просто свежие помидоры, огурцы, и все. Потому что все, кто вот наши знакомые, они живут в городе, и, конечно же, в январе поесть шашлычок, который именно вот с мангала, да, с костра, скажем так. Это, ну, все, все именно за этим к нам едут, скажем так. Вот, так что так, давайте покажу уход. Так, ну что, я тут с утра не убиралась еще пока ничего. Вот, показываю, как есть. Давайте начнем с умывалок, это я, вот, начнем с умывалок, которые у меня сейчас есть, я их показывала уже в покупках. Это вот этот Ларош Позе, очень мне нравится, действительно, он не пенится особо, вот, но хорошо очищает, и остатки косметики смывает, и, в общем, классно. И вот этот чаще всего использую по утрам, а вот это вечером, ну, или наоборот, в общем, по настроению. Вот это очень нравится, прям вот такое ощущение, что это и умывалка, и тоник два в одном. Обалденная вот эта умывалка, она, конечно, намного дороже, ну, не намного, но дороже, чем у Ларош Позе, но очень классно. Дозатор прикольный, хватает надолго, в общем, вот это вот просто вообще марка Сисдерма, забегая вперед, скажу, мне очень нравится. И вот у меня тут моя полочка, я сейчас ставила сюда камеру, поэтому у меня тут все вот так. Я вообще хочу заменить ей полочку, какой-то шкафчик симпатичный, потому что вот так вот мне все это дело не нравится. Это мужа, чуть-чуть, а остальное все мое. Это у меня средство для снятия макияжа, вот такое двухфазное. Не повторю, потому что оставляет пленку жирную даже на моей сухой коже, это не очень приятно. И немножко пощипывает глаза, но макияж смывает очень хорошо, вот, даже вот такие стойкие помады очень хорошо снимает. Вот он, мой любимый крем, мой любимейший крем, без которого я не могу жить, просто не могу без него жить. Это марка Холиленд, покупаю я его где-то раз в год, здесь 250 миллилитров, хватает ненадолго, обожаю. Подойдет для нормальной и сухой обезвоженной кожи, для комбинированной, я думаю, что нет. Вот очень хорошо после пилингов, после всякого такого его использовать, классно. Это у меня дуэт к моей маске, я покупала вот так вот, вот маску, которую я сейчас нанесла. Правда пилинг я сегодня не использовала, вот такой пилинг, он похож, вот этот пилинг на крем по своему, ну, как бы составу, да. Да, и, но дает легкое такое очищение, просто как очищающая масочка. Я обычно делаю вот это, потом вот эту маску. Вообще вот это вот огонь, просто очень мне нравится, хорошо подтягивает, увлажняет, вообще напитывает кожу, просто потрясающе. Даже немножко омолаживает ее, ну, на мой взгляд, да. Так, и вот основной мой уход, это вот такую штучку мне сделал муж, но мне надо полку вообще, в принципе, заменить, потому что она мне не нравится. Ну, ладно, пока руки не доходят. Показывала вот этот, покупаю не первый раз, этот тоник поет, очень мне нравится, вот не первый раз, с удовольствием сейчас пользуюсь. Из тоников у меня все, только один пока. Дальше, вот это, это у меня сыворотки в ампулах, вот это, это масло, восстанавливающие, успокаивающие маслица для лица. Одной ампулы мне хватает раза на три, наверное, максимум четыре. Я храню вот эти ампулы, то есть я скрываю ампулу, беру обычный шприц, набираю туда и в закрытом виде храню шприц. Вот такие вот. И второй у меня это с экстрактом икры, я уже открывать не буду, тоже ампулы, там тоже две штучки у меня осталось. Это сыворотка с экстрактом икры, на ночь наношу, очень классно. Вот под кремушек вот этот авокадо, вообще идеально, просто мне очень нравится. Вообще вот эти ампулы от Янсон, это очень классные сыворотки, мне безумно нравятся. Это у меня ночная маска от марки Янсон, у меня тут ее немного, вот у меня ее тут совсем чуть-чуть осталось. От марки Джи Джи мне ночная маска понравилась больше, она такая как гелевая от Джи Джи. Ну вот эта тоже неплохая, но от Джи Джи, вот от этой марки, мне понравилась больше. Я, скорее всего, вот от этой марки повторю, когда закончится вот этот. Также ночная маска вот от Сиздерма, это вообще вау. Она такая, знаете, как гелеобразная тоже, но очень хорошо восстанавливает за ночь кожу. Классная. Вот этого тюбика мне хватило, вот четыре раза использовала. И еще на два раза мне точно хватит, потому что она такая жиденькая. Вот видите, ночная маска для лица. Очень классная, всем советую, она недорого. Вот такая упаковочка, ну то есть ее хватит раз на десять, наверное, ну вот мне, да. И, ну примерно, вот такая упаковочка рублей 600 стоит. Здесь у меня всякие промники, вот все, что у меня осталось. Я тут хочу все это попробовать, а то я что-то, в общем, это промники все. Так, крем для области вокруг глаз. На ночь сейчас наношу вот такой, тоже марка Джи Джи. Полюбилась она мне в последнее время. Очень классный. Он такой плотненький, густой, хорошо подойдет для возрастной кожи. Хорошо он за счет своего питания разглаживает мимические морщинки. Увлажняет и питает. Вообще идеальный крем под глаза. Большой объем, 50 миллилитров, хватает надолго. Вот я уже, наверное, не знаю, месяц третий, наверное, пользуюсь. Обалденный, с витамином Е. Повторю еще раз, его лучший из кремов для области вокруг глаз. Также для области вокруг глаз у меня вот такой кремушек. Это от Сиздерма с витамином С. Тоже мне нравится. Хорошо увлажняет, осветляет за счет витамина С область под глазками. И вот я осталась довольна. Вот у меня уход от Сиздерма. Вот такая сыворотка с витамином С. Вообще зимой все время использую какие-то сыворотки, уход с витамином С. Мне очень нравится. Обалденно. Хватает одного нажатия на все лицо. Видите, у меня сколько всего лишь использовано. И использую в качестве дневного ухода. И сверху наношу вот такой вот крем. Очень мне нравится. Осветляет, освежает кожу. При этом хорошо увлажняет, напитывает. Крем такой консистенции, немножко гелеобразная. Там у меня всякие пробники, девочки. Вот у меня, кстати, вот это вот тоже пробник. Вот это вот марка, про которую я тоже говорила. Hermedic, да, как-то так называется. Вот тут еще осталась у меня сыворотка. Но не впечатлила меня, нет. Я не буду покупать вот эту марку. Куча пробников буду тоже использовать. В общем, вот такой вот у меня сейчас уход. Я стараюсь впрок не покупать. Заканчивается, покупаю. Заканчивается, покупаю. Как-то так. Но хочу еще какой-нибудь тоник себе купить. Потому что, ну, такой на ночь, который наносить. Вот этот с утра хорошо пробуждает кожу. В общем, очень довольна. Осветляет, освежает кожу. При этом уровень увлажненности очень хороший. Напитанности. Кожа не обветривается. В общем, супер просто. В общем, вот такой вот у меня сейчас уход. Я постараюсь на все оставить ссылки. Заказываю на фармакосметики все. Профессиональный уход. Люблю очень. Но хочу, я знаю, хвалят уход от Lancome. Хочу его тоже попробовать. Вот. У нас, кстати, во дворе. Я тут, как вы поняли, машину чищу. Хотя толку, когда есть, идет снег. Никакого, но ладно. Есть своя елочка. Смотрите, девочки. Это муж обмотал ее гирляндой уже который год. На самом деле, она вечером-ночью хорошо светит, когда темно. Сейчас-то светло. Видите, огонечки-то видно, нет? Вот я так показываю. Вон, в туи огонечки. Такая она у нас елочка-красавица. Огромнейшая. Вон она какая. Это елка соседей. А я чищу. Ненавижу чистить машину. Не бесит. Особенно, когда щетки замерзают вот здесь. Бесят. Поехала за сыном. Поехала за сыном. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, приехала я домой. Мясные покупки, как всегда, без девчуль не обходятся. Я им не делаю так, что я им сейчас дам. Дальше я буду продолжать разбирать. Они опять будут продолжать клянчить. Они быстро слопают и будут опять тут вот сидеть. Поэтому я разберу и под конец уже им дам. Нечего. Еще один пришел. Вот, кстати, я тут, видите, украсила. Украшение такое поставила. Ладно, сейчас не об этом. Давайте об этом сейчас. Купила. Это я им еще и на январские праздники, чтобы у меня было мяско. В общем, сейчас дам немного. Вот. И вот это разделю им на троих. Леофан тоже есть. Это желудки индейки. Когда очень хочется кушать. Космар. Вот. И дам сейчас тоже сердечки. Леофан тоже их кушает. Тоже оставлю. Ну, сейчас дам часть на январские праздники, чтобы у меня были запасы небольшие. Так. Дальше купила фарш. И это филе индейки. Стоит 460 рублей. Джузи, перестань. 460 рублей за килограмм. Джузи, мама, что сказала? В общем, 460 рублей за... Нет, вы посмотрите. Я начинаю говорить, а она начинает к нему приставать. Джуз. Взяла кота на ручки. Будем вместе. В общем, 460 рублей за килограмм. Фарш очень-очень хороший. Мне очень нравится. И еще окрака. Куриные 4 штучки я взяла. Тоже. Ну, сейчас что-нибудь приготовлю. Нет, сейчас я сегодня буду делать котлеты. Муж у меня по котлетам, как всегда. Так. Один на руках. Эти тут. В общем, как всегда. Так. Не грустись. Не ругаться. Джузи. Это Джузи все заводила. Также купила хурму. Не помню уже почем. Здесь я купила себе 6 штучек. Джузи. Мама, что сказала? Непонятливая. Сметанку. Я 15% беру. Это... Колбаса, кстати, подорожала. Вот это как-то она валенская. Называется колбаса. Она раньше стоила 1100 за килограмм. А сейчас 1400 за килограмм. Не помню, как это называется. Вечна как-то купеческая. Тоже сейчас 500 с чем-то за килограмм. Ну, в общем, подорожала все. Маленький кусочек хауни себе купила. Люблю ее. Вот яйца куриные. Какие-то домашние. Вот. И пучок укропчика. Ой, укропчика. Господи, что говорю? Лук. Джузи, это все ты. Все ты виновата во всем. Она пытается просто Леофана выгнать, чтобы мама ему не дала, а дала ей, да? Вот. В общем, ладно, сейчас буду девчонкам давать. Это все уберу. И сегодня вечером пожарю котлетки. Мне уже надоели котлетки. Мужу нет. Но вот это вкусный фарш, вот этот из филе индейки. Они такие прям беленькие-беленькие получаются. Классные. Так, все, пошла кормить девчонки. Все, выдала всем. Леофан. Бося. Все жуют. Умнички мои. Кстати, вот это вот, это наклейки тоже в фикс-прайсе. Как-то я заходила, купили, повесили на нашу этот холодильник. Да, Левушка? Левушка тоже меня очень любит. Я его миленько нарезаю. У него зубки еще молочные. Эти сердечки. Он кушает с удовольствием. Вот. Этим тут и желудки и сердечки дала. Еще у меня получается на две порции хватит на два раза. Все, пять секунд и нет ничего. Джуси только долго куши. А так еще вечером у меня сейчас буду котлеты вечером жарить. Они еще котлеты у меня, ну, фарш выпросят у меня. Это же не просто так. Да, мама покупает с учетом сразу, чтобы будет делиться. Да, надо же делиться со всеми. Вот. Так что. Даю прямо Джуси большими кусками, чтобы она разгрызала. Ну, а Бонни, что этот кусок? Ей как это. Да, Бонночка, вкусненько было, моя девочка. Думаю, хорошая, моя сладкая. Да, вот так скажи, мама вкусно накормила. Да, хотела косточку им там купить, но не было косточки говяжьей. Хотела, ну, такую большую. Не было, сказали, все раскупили. Да, так что. Ладно, еще потом зайду перед праздником. Хотела на январские праздники, чтобы мне скучно было. Ну, вот. Ну, ладненько. Джусенька, пойдем гулять. Пойдем. Смотрите, что происходит. Джусенька. Пойдем гулять. Пойдешь гулять? Пойдем гулять, Джусенька. Пойдем погулять, Джусенька. Пойдем. Джусенька. Джусенька, пойдем гулять? Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем погулять. Пойдем, бедняжечка моя. Кто такая бедняжка? Не хочешь, хочешь дома. Оставишь дома, будет лаять, выйти тут. Не пойдешь? Пойдем погулять. Пойдем, Джусенька. Ну, что с тобой делать? останешься дома не пойдешь гулять пойдем погулять пойдешь пойдешь убегает не пойдешь гулять не пойдешь мать и моя сладкая то мама сладкая такая девочка пойдем погулять будем бедняга это-то за всегда это-то завсегда да я скажу всегда готова пошли оставляем ее тут идем без неё хочешь я тебя дома оставлю я не пойму хочешь ты ходить или не хочешь убегаешь а мы уходим лаешь почему пойдем бедняка все-таки оделись и вышли чувствую себя ужасной женщины которые заставляют бедную собаку гулять вот эту маленькую в красном комбинезоне вообще мы тебя ждем лыжник погуляем из-за младшинки поедем машине возоборот ухоу нож минус 10 у нас есть какая бедолага у него все зажило уже у нее все хорошо дома бегает всех задевает как на улице сразу такая собака хорош но мы тебя ждем гуляем здесь у ли мы недолго будем гулять это лапа у них подмерзают но немножко пройтись надо слишком похрустеть на бону ледом сзади где-то на лыжах едет догоняет нас прям бедняга у меня собака я хотела такую собачку знаете что брать ее там везде собой аж на машине еду чтобы магазин собой заливы там с детками брать периодически собачку она только на участке смело и дома джусь и джусь и джусь и джусь да можно всегда за любой типин ну кроме голодовки вот темень у нас в водах руки очень холодно вымерзает рука лыжник мой чешет прогуливаемся смотрите как у нас тут дом украшен красиво сейчас поближе подойдем но правда у них все все лето висело вот это они не снимают мы кстати тоже гирлянда не снимаем никто у нас у кого из гирлянды никто их не снимать смотрите какая красота просто как сказочный домик смотрите как красиво туда подойдут какой-то каркад у меня ловит рить какая красота просто обалденно на холодно очень все мы домой на мерзлись на красоту вот столько мне осталось котлеток всего пожарила поделилась фаршем с этими там касперюша еще кушает умничка тоже фаршик этим еще дала на ужин и так как у меня котлеток мало я их также беру и ну наливая сковородку мне кто-то писал что можно сковородку налить водички да можно в сковородку вот так вот и они пропариваются вот таким образом и будут вкусные котлетки такие но они мне большие получились аж расклепила чтобы одну котлете но потом не жарить отдельно вот еще сейчас натерла редьку маргелланд скую очень я люблю натираю вот так просто на крупной терочке добавляю сюда соль и масло обычное растительное просто обалденно старшему сыну моему тоже понравилось он до этого отказывался младше сказал что слишком остро вот но старший сын с удовольствием тоже тоже кушает его прошлый раз когда я покупала сейчас три штуки аж целых натерла сюда вот но будем несколько дней кушать я крышечкой накрою и все супер обожаю я вот и кстати по поводу вот этого я так и рассказала прошлом году у меня точно такое же украшение было здесь же стояла она это ветка от елки запасная вот такие фонарики по моему фикс прайсе я купила вот и вот такие вот шарики еще сюда решили вот этого поставить снеговичка вот правда единственное что у меня тут уже видите плохо светят батареечки садятся эта бутылка из-под вино такое вот это я туда в прошлом году насыпала соль ведь она немножко окислилась так но ничего страшного соль обычную морскую здесь вот ленточкой такой завязала это все в прошлом году композицию такой составляла меч понравилось как вот здесь вот в уголочке на кухне смотрится классно очень-то по-новогоднему и сейчас покажу вам владик разделся и мальчишкой у меня украсили елочку вот наша елочка они каждый год украшают ее сами вот но кое-кто кое-кто не владик только думаю сниму пока он одет уже разделся кое-кто вот видите что творится у нас он конечно на елку не забирается касперу и гуне вообще все равно на все эти елки на все это они как бы даже ну что есть она что нет вот а этот он вот сюда собирается леофан и снимает эти игрушки отсюда сегодня был сегодня был замечен как раз мамой за этим читалось да так учет у нас это кривовато она мне кажется стоит как-то что-то с ней не так наверное леофан уже поползал вот сюда вот такую положила это мне одна моя подписчица вам огромный привет если вы меня смотрите дарила в прошлом году посылочка мне присылала очень сюда хорошо вписывается до сюда владик поставил хотела владика поснимать меня тоже спрашивают почему детей не снимал потому что он кофту бросил тут что-то бросил и не ходит голый да ладно уже вот и вот такие вот у нас качели тоже тоже думала пока красиво надо заснять ладичка тут сидел вот эти вот покупали моих летом и сюда вот эту вот гирлянду от faberlic обмотала вот так вот здесь вот она да здесь вот там включал к выключал к нее и когда свет выключен то вообще прикольно смотрится а там у нас беседка это прошло с прошлого года тоже у нас до снежинки владик сюда повесил и еще вот здесь вот тоже прошлом году она у нас была этому мне муж с алиэкспресс заказывал давно-давно такие сосульки вот тоже каждый год мы их вот сюда вот вешаем вот и вот здесь вот поставила вот этих вот вот до холодная борода вот таких это тоже вот моя подписчица из финляндии огромный вам привет дарила я все сохранила конечно же вот а кстати фартук она мне такой фартук красный дарила им у меня сын когда блины жарит красным фартуком пользуется заляпал правда уже в офисе но ничего вот так что пока вот так вот у нас вот это очень красиво смотрится вот здесь вот вот такая композиция и вот такие вот качельки здесь и елочки и бардак бардак это нормально это вообще да а кто на а кто наводит бардак у нас каждый день я ты а убираешь за собой да да всегда да ты что ничего себе а я тогда почему бардак убираю не знаю это вот так вот даже хороший мальчик у нас мальчик у нас хорош а старший у меня сейчас делает уроки у них всякие итоговые и тому подобное ну как как у всех наверное до в школе поэтому тоже некогда моим сниматься вот так что вот так вот в общем ужин у меня готов сейчас такая тут слегка приберемся с младшим уже все время игрушки убирает оказывается вот и также хочу сказать огромное спасибо меня все видео те были предыдущие в записи за на моем канале недавно такая цифра 50 тысяч подписчиков уже больше конечно стало вот но мне действительно очень приятно к новому году это прямо для меня очень приятный подарок и на самом деле неожиданной потому что у меня уже долго год наверное это точно 49 тысяч на канале было и как-то вот все не прибавлялась точнее кто-то прибавлялся кто-то убавлялся и все время принципе одна и та же цифра была вот а тут 50 тысяч даже уже побольше спасибо вам огромное спасибо всем кто подписывается всем кто оставляет комментарии не знаю мне кажется моя аудитория на канале она очень такая добрая отзывчивая но по крайней мере не знаю вот любой вопрос который бы я у вас не спросила он вы всегда отвечаете мне всегда что-то пишите то что я прошу и мне это очень и очень и очень приятно спасибо вам огромное вот так что буду уже прощаться не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч